Эта история произошла в корабельной роще. По всей видимости, ночью компания из четырех человек отмечала в чужом огороде день рождения, а утром решила вынести из домика все ценное. Ценного набралось на 13 тысяч рублей. Это телевизор, утек, чайник, кастрюля и даже продукты питания. Они намеревались все это продать. Однако помешали воришкам соседи. Именно они помогли полиции задержать злоумышленников. Хорошо помогли очевидцы, которые рано встают. Вот они сказали, что двое из них пошли в сторону Афанасова, а двое из них потерялись где-то. И вот мы сработали как-то дружно. И когда подъезжали туда уже через поле, мы уже знали дороги там, вот мы их там задержали. Еще двух потом задержали в одном из оврагов. Все злоумышленники – люди, которые имеют проблемы с алкоголем. Один из них только освободился из тюрьмы. Сейчас сотрудники полиции продолжают проверять задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Похищенное хозяевам вернули. И это не единственное достижение экипажа 279. Именно он патрулирует судоводческие массивы за последнее время. Неприятная история произошла с 83-летним нижнекамцем. У него в огородах украли 16 тысяч рублей, то есть всю пенсию, которую дедушка всегда носил с собой. Благо полиция подоспела вовремя и закончилось все хорошо. Тем не менее, криминогенная обстановка в садовых массивах в последнее время стала спокойнее. Отмечают это и садоводы. Зимой охраняют постоянно, а летом нормально. Люди все есть. Вот как не было. Однако, несмотря на то, что кражи в огородах – относительная редкость, полиция советует ценные вещи в домиках не хранить и крупные суммы денег с собой не возить. Евгения Корбакова, Максим Липин, Новости НТР.